Всем привет, всем здравствуйте! Уля из Стампура и Свинляндии. Я нахожусь в магазине для пухляков. Он называется Titi. У них, конечно, есть интернет-магазин. Самый маленький размер это S. И он 42-44, M это 46-48, L это 50-52, XL это 54-56. То есть даже вот такой размер S, если вы где-то видите, это у нас 42-44. Ну и, конечно, Крисмас, Крисмас, ничего кроме Крисмаса. Вот такой свиторокс. Раньше, я помню, все говорили, пусеро. Люди научились говорить по-фински 39-90. Здоровско что! Вот и, как говорится, пухляки могут нарядиться на Рождество. Есть в двух цветах, черный и красный. Ну и, конечно, здоровско, что есть футболочка. Если, например, вы страдаете, вам всегда жарко-жарко, тесен-тесен, велик-велик. Точно в таком же репертуарчике, в трех цветах, синенький, черненький и красненький. Merry Christmas! Есть вот такая красненькая футболочка. Ну как здорово! И футболочка стоит 19-90. Ну и, конечно, магазин оформлен вот так. Все на Рождество, все на подарки, как нарядиться и так далее. И если вы мерзляк, вам холодно. Вот такой Тедди-медвежонок. Платьишко с капюшончиком. Если сидите где-то в каминной 49-90, какая красота! Да, и я думаю, многие купят вот такое платьишко-медвежонка, ходить с жилеткой. Одел медвежонка, накинул жилетку. И, как говорится, и в пир, и в мир, и в добрые люди. Ну и, конечно, на Рождество, на Новый год наряжаемся. Даже не праздников, если в этом году не будет, все равно люди хотят вот такую красоту купить, чтобы присесть, выпить и закусить. Ну и, конечно, такое платье хоть куда 69-90. Это трикотаж у нас, вискоза. И до 56-го размера есть. Мне очень нравится, что магазин оформлен вот так. Приходя сюда, ты сразу видишь, о, вот это платье мне хочется примерить. О, вот эту тунику мне тоже хочется примерить. Вот эту тунику с кружавчиками бы с удовольствием примерил. То есть сразу ты, как говорится, у тебя глаз алмаз, ты видишь, что ты хочешь. 49-90, очень мне нравится эта туника. Но кружева жестковатые. Но нужно померить, что как будет сидеть. И, я думаю, вот такое черное платье, если вы покупаете, да, в нем можно и на Рождество, в нем можно и на Новый год. И, как говорится, хоть куда. Да, и когда вещи на подкладке, это всегда здорово. Не надо думать, что если вот такой шифон какой-то прозрачный одеваешь, какое нижнее белье нужно, что будет просвечивать и так далее. И люди много раз делают ошибки, они одевают такое белье. И когда делают селфи, это белье прямо светится из-под вот этого, вот из-под этой рубашки. Вот такое, знаете, сатиновое с эффектом отражения происходит. Да, это, конечно, ужасно. Я думаю, вот такое платьице тоже Оля бы с удовольствием померила. И я помню, у меня была вот такая кофточка, где был вот такой воротничок. Не помню, куда она задевалась, но я помню, что у меня такое было. То есть ничего, конечно, нового никто придумать не может. Это все такое, знаете, которое, скажем так, в течение 5-6 лет по кругу идет. И я думаю, вот этот цвет тоже вот такой фиолетово, бледно-фиолетовый был. И у меня одна приятельница, которая тащится вот от такого сливового цвета. Ей тоже безумно всегда нравилось. Ой, и мой любимый горох. Когда я снимаю видео и показываю все вещи в горох, мне тогда написали, Оля, у вас прямо гороховый рай. Да, мне безумно нравится. Но единственная вещь должна быть на подкладке. Вот как ни говори, 69,99. Если еще купить подкладку, да, получается сразу, как говорится, сумма. И вот про что я говорю, как можно быстро, хорошо утеплиться. У нас здесь вот такой костюмец, надета жилетка, шарфик, брючата. И, как говорится, вперед с песнями. В этом году пальто выбор в два раза больше. Девочки сказали, мы переставили здесь немножко вот эти рэкет, чтобы все поместилось. Пальто продается в этом магазине очень быстро. Если какие-то остаются, их, как говорится, покупают сразу с большими скидками и вывешивают. Пальто занимает очень много места. Я про это всегда говорю. Помните, народ в таком магазине, как, например, Тице, он находится в Коске Кескос. Безумно дорогущая аренда. И поэтому, если вы вывешиваете вот такие пальто, конечно, их нужно быстро продать. Они занимают в магазине очень много места. Ну и цвета все равно повторяются черные. Это, конечно, самое красивое. И многие со мной согласятся. Я не знаю, почему я до сих пор вот к этому искусственному меху отношусь очень-очень скептически. И девочки говорили, Оля, показывайте весь ассортимент вот так прямо сверху вниз. Но народ, если каждую вещь показывать сверху вниз, это будет просто сериал на 45 минут. Конечно, очень быстро хочется весь ассортимент показать. Ну а с другой стороны, у них есть интернет. Если вы наберете Тице и зайдете к ним в интернет, я думаю, каждая вещь показана в трех ракурсах. Это тоже очень здорово. И вот эта жилетка новая тоже. Здесь у нас вот такая жилетка. А по бокам у нас трикотаж. Но это тоже здорово. Да, вот здорово, что вот такое придумано. И, конечно, искусственный мех. Я не знаю, почему я вот к этим цветам отношусь. О, когда я похожу, мне прям так хочется вот такого цвета, цвета Тиффани, что-нибудь померить. А это как снято с меня. Мой любимый синий цвет. Да еще какая прелесть. Вот такая. Вот такой цветочек. И этих кофт у меня тоже вагон и маленькая тележка вискоза. Какой приятный материальчик. Какой приятный материальчик. Здесь у нас джинсы. Про эти джинсы я рассказываю в старых обзорах. И говорю. Так, этот у нас шопер стоит 4 евро 99 центов. Тоже здоровски. Я про эти джинсы говорю. Когда приходите в такой магазин, спрашивайте у продавца. Потому что есть джинсы большого размера для плоской попы. Есть джинсы большого размера для круглой попы. То есть если круглая попа, но тонкая талия. И конечно есть для длинных ног. И вот как говорится для простых смертных. Если вы покажете себя и скажете какого вы размера. Продавцы настолько квалифицированы. Они сразу вам подберут модель, которую вы пойдете примерить. И из примерочной можно крикнуть. Вам принесут больше, меньше и так далее. Ну и эту красоту конечно померяю я. 49,99 это вот как говорится мой гардеробчик. И посмотрите хоть зимняя коллекция, но она с коротким рукавом. Теперь внутри если люди сидят всегда очень жарко, жарко, жарко. И как говорится многие хотят вот такое, которое с коротким рукавом. И манишка. Когда я показываю первый раз манишку. Многие улыбнулись и сказали Оля, неужели действительно манишки опять входят, как говорится, в репертуар магазина. И вот здесь хороший пример. Да, это платье можно одеть как вечернее. Очень красивая вискоза. Мой любимый горох. Такое платье тоже мне безумно нравится. Ну а если на работу одеть манишку, чтобы не было голая шея, голое вот это тело и так далее. И здесь внизу фрила. Вот такой валан. Да, горошек мне тоже безумно нравится. И хоть как ни говори, черное. Да, все-таки черное. Черное рулит. И вот это 3499. Это просто как пошито на меня. Да, вот такое черное платье. Я бы себе с удовольствием домой взяла. Единственное, мне не нравится, зачем здесь карманы. Но, с другой стороны, носовой платок всегда можно положить. Никакая не проблема. Да, здорово. И, конечно, много вот такого, что нужно просто, знаете, как говорится, пройтись. Минус 50%. Ну, это просто красота. И у них всегда есть скидки. Я знаю, когда я здесь примеряла прошлый раз, здесь был такой отлет минус 70%. Ну, и я, конечно, не могла уйти, не что-то себе, как говорится, купив. И, я думаю, многие даже, которые в этом магазине ни разу не побывали, ну, увидев это видео, скажут, ой, Оля, когда приедем в Финляндию, конечно, в этот магазинчик первым делом настроим, как говорится, лыжи. Вот такой Неуле, вот такой Свитарокс платье, тире платье 49,90 и джинсы 39,90. Да, всегда есть вот такие скидки. Ну, и про топики, про их футболки. Это всегда бейзик. Никогда их много не бывает. И сейчас у нас скидки. Две штуки 29,95. И мне нравятся их топики и их футболки. Посмотрите, всех цветов радуги и сделаны вот такими плечиками. Если без галтера, то он толстые лямки не будет просвечивать. И футболки есть с длинным рукавом и рукав три четверти. Например, я сама люблю рукав три четверти только из-за того, что у меня очень короткие руки. И когда я покупаю рукав три четверти, мне он получается, как будто он длинный. Вот знаете, как говорится, мечта идиота. Кто-то хочет с длинным рукавом, кто-то хочет вот с таким, чтобы не загибать. Да, и футболок никогда много не бывает. Футболка такая вещь, что ее можно под какую-то ковтюльку одеть. Можно одеть, когда что-то вы делаете по дому, занимаетесь и так далее. Да, конечно, здорово. Ну и вот к такому домашней одежде я отношусь очень равнодушно только из-за того, что мне жарко. Ну я знаю, что люди есть, у которых всегда холодные руки и холодные ноги. Ну и какая прелесть. Вот эта фланелька самая симпатяга. Посмотрите, какой шикарный костюмец. И я думаю, вот в такой фланельке многие даже и в магазин бы пошли за молоком и за хлебом. Очень много красивого. И здесь у нас софт Шелтаке. Вот такой, который не пропускает холодного ветра. Ну и, конечно, в нем можно ходить, когда мокрый снег. Очень большой ассортимент. 139,99. Синие и черные. Ну и, конечно, красота, что есть размеры. Да, очень много красивого. Подписывайтесь, не хворайте. С вами была Оля из Тампры. Всем пескульт-привет.